Убили собаку и теперь предстанут перед судом. В Иркутской области направят на рассмотрение высшей инстанции, уголовное дело фигурантами которого стали двое жителей деревни Малая Еланка. Их обвиняют в совершении преступлений сразу по двум статьям. Жестокое обращение с животным и умышленное уничтожение чужого имущества. Обвиняемых задержали еще в сентябре прошлого года. Тогда они выложили видео с издевательствами над собакой в сеть. Стоя собак в Иркутске терроризирует жителей сразу нескольких улиц. Хвостатые облюбовали территорию возле мусорных баков и пугают прохожих. Кто виновен в сложившейся ситуации, сегодня выясняла Анастасия Смирнова. Облюбовали место возле контейнеров и стали настоящими хозяевами территории. Речь про этих собак. Стоя псов на улице Кряжева в Иркутске живет уже давно. Их подкармливают многие местные жители. Однако в последнее время люди стали все чаще жаловаться на агрессивное поведение животных. Бывает, проявляют агрессию. Я сама сталкивалась. Порой таскаю с собой хлебушек, чтобы откинуть и бросить. Или стараюсь куда-то зайти в магазин, допустим. В местных чатах люди также стали предупреждать соседей об опасности. Однако другие жители говорят, что проблема возникла совсем не из-за бездомных собак, а из-за домашних, которые покидают территорию домов и, по сути, отпущены на самовыгул. Но как бы то ни было, сама проблема агрессии животных возникла прежде всего из-за безответственности людей. Одни собак выбрасывают, другие не контролируют должным образом. Как итог, псы собираются в стаи, определяют свою территорию, а после начинают реагировать на любое посягательство на их границе. Правило это, так ведут себя собаки, когда идут, допустим, так называемые собачьи свадьбы, когда идет гормональный всплеск, и, соответственно, животные именно собираются в стаи. Подобные гормональные всплески присущи некастрированным животным. Это значит, что такие собаки ни разу не подвергались отлову. Ведь эта процедура предусматривает вакцинацию, чипирование и стерилизацию. Однако отловить всех бездомных животных в Иркутске невозможно. На территории города действует только два питомника. Денег, которые выделяют для подрядчиков из бюджета, также остро не хватает. Например, в 2021 году в Иркутске отловили более 1100 собак, а в 2021 только 360 бродячих псов. В то время как на улицах остаются тысячи брошенных животных. Поэтому зоозащитники уверены, что решать проблему нужно по-другому. Вот эта работа рутинная, которая происходит из года в год, в начале Нового года, разыгрываются аукционы, выходят на работу подрядчик, ловятся собаки. Это все одно и то же. Каждый год одна и та же волокита. Собак меньше не становится, деньги бюджетные разыгрываются. Ничего не изменится до тех пор, пока жители и владельцы животных не начнут их стерилизовать и не перестанут выпускать собак на самовыгул. Это личная ответственность каждого. Если животное попадает не стерилизованно, если оно выживает, оно размножается. Потом потомство подрастает, размножается так же. Поэтому призывать к ответственности в первую очередь нужно хозяев, которые выбрасывают животных на улицу. Однако, к сожалению, контролировать этот процесс в нашем регионе пока нет возможности. Анастасия Смирнова, Андрей Назаров. Новости по будням.